Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый вечер. Эфир телеканала АТВ продолжает новости. В студии Алексей Блюбер. Коротко о главных темах дня. Кот у него был отрезан огнем. Задержался на работе допоздна и погиб в огне. На месте крупного пожара в Улан-Удэ нашли тело одного человека. Они заболели в три дня. Синдром Шелундо. В детском саду Заиграевского района переполошились из-за недомогания детей. Это мне просто очень впечатляет. Памяти героев. В 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве в Бурятии показали трейлер долгожданной кинопремьеры. Крупный пожар накануне вечером бушевал в Улан-Удэ. Сгорело здание, в котором находились банк и магазин. Один человек погиб. Обстоятельства и причины возгорания выяснял наш корреспондент Чингис Ачиров. Это все, что осталось от здания после крупного пожара, который произошел здесь вчера вечером. По адресу Ключевская 8А. В этом здании располагаются две организации – банк и магазин компьютерной техники. В результате пожара погиб один из сотрудников магазина. После своей смены он задержался на работе и оказался в самом эпицентре возгорания. Сначала мужчина пытался самостоятельно потушить огонь. Но когда ситуация окончательно вышла из-под контроля и пламя загородило пути отхода, он начал звонить руководству. В итоге сообщение о пожаре поступило в МЧС около 8 часов вечера от случайного прохожего. И только через полтора часа силами пожарной службы удалось погасить огонь. На тушение пожара было задействовано 11 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава. Пожару был присвоен повышенный ранг, значит, третий ранг сложностей. В результате пожара полностью выгорела вся площадь магазина, а также крыша здания. Причину возгорания еще предстоит установить. По одной из версий, виновата замыкание в электрощитке. Также сотрудники МЧС не исключают того, что в магазине не соблюдали технику пожарной безопасности. Сейчас на месте трагедии продолжают работу дознаватели и эксперты испытательной лаборатории. Ченгис Ачиров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. ЧП в Заиграевском районе. Ясельную группу детского сада закрыли на семидневный карантин после того, как у детей появились симптомы отравления. Из поселка Анахой передает Екатерина Суворова. Что не день, то новый инцидент. Сегодня не до смеху детскому саду Колобокова-Анахой. Сразу 9 детей пожаловались на боль в животе и рвоту. Еще не утихла история с Шолен-До, как мы видим, похожие симптомы. Информация об отравлении детей в Заиграевском районе начала появляться накануне. Как сообщают разные источники, малышей с острой рвоты срочно отправили в больницу для обследования. Взволнованная заведующая детским садом опровергает сведения. Это было не в один день. Дети заболели не в один день. Они заболели в три дня. 9 детей заболело в протяжении трех дней. Сейчас в дошкольном учреждении работает Роспотребнадзор. Группа закрыта на карантин. В целом детский сад работает в штатном режиме. Факты об отравлении не подтвердились. Дети все обследованы. Анализы, в общем-то, отрицательные. Дети в удовлетворительном состоянии все находятся. Все по домам. Никто в больнице не лежит. Родители говорят о ротовирусной инфекции, как известно, передающейся воздушно-капельным путем. Детям поставили уколы от рвоты. Они принимают лекарства. Уверена, что это не детский сад виноват. Если бы было какое-то, как говорят, отравление, у нас бы отравился весь детский сад. Потому что пища варится, я так понимаю, в водных кастрюлях. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. И уже через несколько дней воспитанники смогут вернуться в детский сад. Екатерина Суворова, Никита Суханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ. А сейчас день в цифрах. Служба исследований сайта Headhunter составила топ-10 самых дорогих предложений января в Улан-Удэ. Самое дорогое из них – вакансия старшего разработчика 1С от 120 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в республике – 25 тысяч рублей. Задолженность по зарплате в Бурятии достигла 40 миллионов рублей. При этом долги работодателей уменьшились. На 1 декабря 2017 года они были больше на 34%. Инвесторы подтвердили вложение в месторождение Бурятии на 18 миллиардов рублей. Эти данные сообщил глава республики. На территории региона выявлено более 700 месторождений полезных ископаемых. А теперь наш традиционный пятничный обзор социальных сетей. Бойцы невидимого фронта, как всегда, не подвели. Бурному обсуждению подверглась каждая, даже самая простенькая новость. Ребята ловят хайп, как говорится. Итак, экономическая, криминальная и политическая хроника глазами интернет-пользователей прямо сейчас. События века. Возрадуемся, товарищи. На Бурятию обратили свой взор всемирно известные торговые сети. На неделе прошла информация о заходе в республику сразу двух мировых брендов. Leroy Merlin и KFC. Диванные аналитики возликовали. Теперь вредную, но вкусную курочку можно будет поесть, не уезжая из Улан-Удэ. А Leroy Merlin так вообще может устроить передел на рынке. Это шок для местных игроков. Передел и перестройка рынка. Начиная от работы с клиентами, заканчивая изменения работы с поставщиками, собственным персоналом и тому подобное. Персонал получает комфортные условия работы, которых точно в нашем общепите и торговле нет. Оформление, отпуска, белая зарплата, обучение, развитие и тому подобное. Начинается новый этап в потребительском секторе нашей республики. В итоге завязалась бурная виртуальная война сторонников и противников местных игроков бизнеса. KFC *** полная. Травит людей. Отличная новость. Цены в отраслях сразу упадут. За качеством следить начнут. Головары и быдло в момент вылетят из бизнеса. Остальные нормальные бизнесмены начнут больше уделять внимание местному сообществу. Придумывать акции, чтобы удержать клиентов. Аллилуйя, наконец-то! Мани, мани, мани! Гони доллар, айфон, камон! Вот так и прославляемся перед иностранными туристами. В соцсети бурно обсуждают расследование уголовного дела в отношении пяти молодых жителей Бурятии, которые избили и ограбили немецких туристов в июне прошлого года. Граждане Германии путешествовали по нашей республике на фургоне Мерседес-Бенц и привлекли внимание злоумышленников. Грабители задержали буквально на следующий день, а спустя полгода, когда следствие обнародовало детали в СМИ, в форуме взорвались негативом. После этого мы хотим развивать туризм в Бурятии. Простите наших аборигенов, пожалуйста. Очень стыдно за соотечественников. И завершаем наш обзор все-таки на позитивной ноте. В Москве в Совете Федерации прошли Дни Бурятии. С понедельника по среду социальные сети наших чиновников и общественников активно пестрили фоточками и видео с выставки культуры и спорта в Сенате. Презентация кампании Бурятии и заседаний, где обсуждали развитие республики. Давайте дайджестом взглянем на эту минуту славы бурятских политиков в Сенате. ГУД Г toenмой, гады е! Гады е! Гуд бас тутов, гады е! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Расскажите, пожалуйста, как проходили эти мероприятия и кто такой министр по инвестициям? Ну, начну коротко с министра по инвестициям. Этот человек ответственный за привлечение инвестиций и назначение на эту должность не означает масштабного расширения аппарата, поскольку данная должность не подразумевает создание министерства. И, по большому счету, у нас появляется лицо, которое будет отвечать за инвестиции, и его полномочия не будут размазаны между Минфином или Минэкономикой. То есть, это конкретный человек, с которого будут спрашивать за привлечение инвестиций в Республику Бурятия. Поскольку привлечение инвестиций в Республику Бурятия признано стратегическим направлением в Республике, соответственно, должен быть ответственный человек. И вот, вероятнее всего, этим человеком станет Антон Виноградов. А само Министерство по инвестициям, его не существует? Ну да, его не будет. Это, по большому счету, министр без аппарата. Но его задача именно работать, взаимодействовать с потенциальными инвесторами, вести переговоры. Дни Бурятии в Совете Федерации. Какие темы обсуждались? Что бы вы для себя выделили наиболее жирной чертой? Я для себя выделил несколько моментов. Это, прежде всего, усиление направлений, связанного с авиаперелетами Москва-Луан-Удэ. И второе – проблема образования. То есть, то, что были поставлены вопросы о трех сменах, о том, что необходимы новые школы. И то, что Алексей Самбуевич уделяет большое значение развитию и той установке, которую сформулировал Владимир Владимирович, что необходимо уделить большое внимание развитию, а все, что ему мешает, должно быть зачищено. И вот в данной ситуации нужно обратить внимание на то, что глава республики строго выполняет установку федерального центра. И все, что будет в данной ситуации мешать, видимо, лучше бы ему не оказываться на дороге в данной ситуации. Потому что предпринимаются вот эти действия, да, визит Бурятии, точнее, Дни Бурятии в Совете Федерации, визит Алексея Самбуевича в Монголию. То есть, это целый комплекс мероприятий, создание Министерства по инвестиции. Это все направлено на развитие республики Бурятия. Алексей, предлагаю более подробно побеседовать об этом в актуальной теме, а мы продолжаем выпуск. Всего доброго. Совместный рейд. Сотрудники пожарного надзора МЧС и представители Общероссийского народного фронта с пристрастием проверяли дом инвалидов-колясочников. Ширина проходов соответствует требованиям пожарной безопасности. Все помещения заблокированы, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Ну, данный объект входит в реестр учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. К нему повышенные, как бы, требования. Проверяется данный объект систематически. Так что все, что выявляется, это практически устраняется в ходе проверки. По словам представителей ОНФ, очень часто грубые нарушения правил противопожарной безопасности выявляются в частных пансионатах для маломобильных групп населения. На сегодняшний день законодательство не позволяет надзорным органам проверять, планово или внепланово, частный бизнес, если нет жалоб или каких-то нареканий. Но ввиду того, что жители частных пансионатов не знакомы с правилами противопожарной безопасности, соответственно, жалобы они могут не предъявлять. И я думаю, что именно общественный контроль в лице нашей общественной организации иной общественной организации оказал бы существенную помощь надзорным органам по выявлению нарушений. В самое ближайшее время представители ОНФ составят список частных пансионатов по республике Бурятия для будущих проверок. Упростили задачу. Для тех, кто хочет отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты России, но в день выборов 18 марта будет находиться не по месту регистрации, а, к примеру, в другом городе или стране, облегчили процедуру получения открепительного. Для этого необходимо лишь с паспортом обратиться в любой многофункциональный центр. Заявления принимаются только один раз до 12 марта. Обратиться в МФЦ Бурятии могут как местные жители, так и жители других регионов. Приходит, мы выбираем место, где бы он проголосовал. Находим на карте территориальную избирательную комиссию этот участок и заполняем все это в нашей системе, в МФЦ. Заявление автоматически уходит в СМФ, в геоинформационную систему выборы и выдается открепительное, так и не открепительное удостоверение, а талон, отрывной талон. Согласно этому талону он приходит в день выборов 18 марта на тот участок, который он выбрал и голосует. Такое заявление можно также подать через единый портал госуслуг и непосредственно в территориальную избирательную комиссию. Бороться с коррупцией, вернуть капитал в Россию, в два раза увеличить финансирование здравоохранения, науки, образования и культуры. Партия «Справедливая Россия» выступила с программным манифестом, адресованным будущему президенту России. На днях члены партии приняли решение поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента страны, так как его майские указы на две трети совпадают с программой «Справедливая Россия». Документ, названный социальным манифестом, показывает цели, которые должен достичь будущий президент за предстоящие 6 лет президентского срока. Он состоит из шести пунктов. Среди основных тезисов – уход от сырьевой экономики, реновация жилья и дорог, борьба с коррупцией, кредитным рабством, госконтроль цен и индексация пенсий. Члены партии считают, что для решения этих задач необходима смена состава правительства. Сегодня отмечается знаменательная дата – 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы. Вся страна вспоминает события того сражения, которое положило начало победы над фашизмом. К этой годовщине в Бурятии приурочили премьеру официального трейлера фильма «321-я Сибирская». Презентация хоть и не самой картины, а всего лишь отрывка прошла на ура. Из оперного театра передает Илья Балханов. Скоро начнется показ трейлера фильма «321-я Сибирская». Зал почти полный, но это еще не все. Когда в театре оперы и балета прозвучал третий звонок и все сели по местам, сразу стало понятно, что ни одного свободного места не осталось. Торжественная часть началась с минуты молчания в честь павших воинов в ходе Сталинградской битвы. Важность этого события подчеркнул и режиссер картины, который поделился с нами своими переживаниями. Молодежи ни в коем случае нельзя забывать то, что у нас происходило, то, что было. Вот героик ту, которая была, мы ее должны вновь возвысить, восславить. Как бы там эта война, это страшно, я не спорю, но героик, она всегда архетипы современные, они должны быть. Творческий коллектив, который работает над фильмом, удивляет не только профессионализмом, но и разнообразием. В него, помимо известного актера и режиссера Георгия Дронова, также входит литовский композитор Игнас Юзокос. Я не верил, что возможно такое полное погружение в свое дело. Это мне просто очень впечатляет и это очень мне нравится самому. К премьеру трейлера зал принял очень тепло. Атмосферу военного времени поддержал и концерт популярных артистов Бурятии. Они исполнили песни, посвященные Сталинградской битве. Примера самого фильма ожидается 9 мая, но по словам режиссера, в День Великой Победы он презентует лишь первую часть. А полноценная картина выйдет на экраны в конце этого года. Илья Балханов, Федор Моденов, телекомпания АТВ. В серебряной вселенной смогут побывать жители Улан-Удэ. В художественном музее имени Сампилова открылась выставка современного ювелирного искусства Монген Юртемсе. Более 20 мастеров представили свои лучшие работы. Наряду с именитыми художниками на выставке представлены и работы начинающих мастеров. В чем заключается ее главная особенность, смотрите далее без комментариев. Представлены работы самых разных техник, самых разных стилевых направлений. От того, что касается этнической тематики, и современной работы, и есть некоторые находки. То, чего раньше не было никогда. Выставлены, например, эксперименты с эмарию. Вот впервые за много времени мы показывали чеканку, технику, про которую уже забыли. Меня очень удивили украшения. Они очень красивые и очень необыкновенные, неординарные. Что очень, как сказать, необычно для нашего современного искусства. И я даже очень горжусь. Я все время предлагаю выйти на уровень выше, на мировой уровень. Потому что азиатское искусство навсегда привлекало внимание. Я считаю, что оно достойно мирового уровня. Мне очень нравятся работы студентов и мастеров. Так как тут представлены эти... Я бы сама хотела стать ювелиром. Мне очень нравятся филиграни и финихт. Это красочно и очень необычно. Я считаю, что различия в работе все-таки есть. Потому что раньше были немного другие стандартные, другие техники. Но и сейчас работа улучшается. Приносятся какие-то изменения, наработки, улучшения. Особенность заложена в названии. Это выставка ювелирного искусства и мелкой пластики. Ну, в частности, скульптуры. Рынок все-таки диктует свое. Надо работать, чтобы их приобретали. А такие вот чисто традиционные, может быть, не каждый готов купить. И поэтому они такие как бы универсальные, уже с этническим акцентом. Но они как бы современные. Это все на сегодня. Новости также доступны на нашем сайте и в аккаунтах АТВ в социальных сетях. В студии был Алексей Блюнберг. До встречи в эфире и хороших выходных. В «Абсолюте» 3 и 4 февраля скидка 35% на мужской и женский трикотаж. Скидки действительно по адресу улица Николая Петрова, 1А. В «Титане» фруктовая лихорадка. Яблоки «Айдорет» 69,90. В «Титане» фруктовая лихорадка. Груши зеленые 39,90. В «Титане» фруктовая лихорадка. Виноград «Крымский» всего 99 рублей. В «Титане» фруктовая лихорадка.